Жители Грузии расслабляются в песочницах для взрослых. Наш коллега Михаил Рыбакидзе тоже, так сказать, впал в детство и вспомнил, как лепить кулички. Песочница, много игрушек, цветные рисунки. Это не язли и не детский сад. На занятиях по песочной терапии взрослые люди. Их задача – научиться понимать себя и окружающих, преодолеть комплексы и обрести уверенность. Истина в песке, считает доктор медицинских наук Этери Филиппович. Абстрагируясь от действительности, взрослые моделируют при помощи песка и игрушек свои проблемы. В песочном боксе мы видим картины из нашего несознательного 3D-формата. Принять участие в эксперименте позволили и мне. Для этого в корзиночку складываю несколько игрушек. Теперь их нужно разложить в песочнице. Во времени ограничений нет. И вот результат. Этот человек в настоящее время настроен на то, чтобы планировать себя, чтобы быть сильным, но не агрессивным. А вот Нино Бендельяни на первом занятии строила заборы. И не случайно девушка боялась новых встреч и знакомств. Краснела на собеседованиях, на которые приходилось ходить в поисках работы. Скромность и нерешительность были главными врагами и начинающего экономиста Владимира Хуцешвили. Я вроде не был замкнутым в детстве, но позже понял, что неумение общаться становится преградой. И в карьерном росте, и в моих планах. Вроде бы причем здесь песок. Но оказалось, мне не хватает умения моделировать ситуации и осмысливать их. Психологи рекомендуют, когда есть проблемы, не стоит загонять их в угол. Необходимо найти время и просто уединиться, чтобы все обдумать. Стоит даже отложить дела и пойти на прогулку. Стараться больше времени проводить на природе. Михаил Рубакицев, Вячеслав Мадашвили, МИР24